Ну что, получилось? Да, по-моему, началось, да. Включилось, да? Да, по-моему, включилось. Да, по-моему, включилось. Я тебя приветствую сердечно. Слушай, я тебе хочу сказать. Да, мы с тобой сейчас записываем видео. Да, записываем видео. Скажи, что ты хотела мне сказать. Касая Магомедович, я хочу с вами поделиться новостью. Год назад вы нарисовали картину, я как раз к вам приезжала, мы записывали ролик, который вышел и в Инстаграм, и на Ютубе, когда вы учили рисовать, как вы входите в состояние и рисуете. В результате у вас получилась картина, которая назвалась «Нелли – литературный агент». Эта картина у нас опубликована в книге. Это литературный агент, который наши книги выпускает. Да. А, я хотела показать эту книжку. Эта книга вот вышла у нас с вами, и там есть блок с картинами, и эта картина там есть. В общем, я захотела, чтобы эта картина у меня была дома, и я ее напечатала на холсте. О, так же. Таким же размером, как у вас опубликовано, 50 на 70. Это просто фото. И повесила ее у себя дома. Очень шикарно выглядит. Ты посмотри, какая хорошая. Да. У нее великолепное получилось качество, глянцевое покрытие сверху, и все мазки, все, они прямо все здесь отображены. То есть Миша к нам вчера приехал и смотрел эту картину, разглядывал, и он не мог понять, что это не та картина, которую вы нарисовали. Он думал, что это вы нарисовали, потому что здесь все мазки вот прямо отображены. Но главное не в этом. Как ты это сделала? Ты взяла это? Я взяла прямо то, что мы опубликовали в книге, этот файл. Да. И я заказала печать на холсте размером 50 на 70, как у вас в книге было и опубликовано. Ты посмотри, как она окрашивает все вокруг. Но самое интересное, что я хотела вам рассказать, мы ее повесили здесь, это у нас гостиная как раз. И получается, что все, кто приходит и здесь находится, от нее невозможно оторвать глаз. Она привлекает внимание не просто даже, а тем, что она создает определенную обстановку. От нее идет какое-то свет и излучение, и вся комната, это помещение... Божественным светом, я вижу. Да. Мы живем здесь уже более 23, наверное, осенит 25 лет. И мы все почувствовали, даже по фотографии я отправила Мишу, нашему дирижеру, он почувствовал, он сказал, мам, комната наполнилась нежностью. И вот сейчас здесь висит вот другая картина, которая висит уже лет 25, натюрморт, мы ее знаем давно. Но эта картина просто как украшение. А эта картина, она создает обстановку для жизни. Она этой комнате, в мутенях, придала эффект какой-то жизни именно. И теперь мы все, и Софийка даже вчера приехала уставшая после прослушивания с консерватории, улеглась на диван и говорит, мам, я не могу даже уснуть, у меня глаза не отрываются от этой картины, я через нее как будто получаю какой-то поток и восстанавливаюсь. Вот ты представляешь, как тебе хорошо сказала? Эту картину я повесила в понедельник, забрала ее. То есть сегодня уже суббота. То есть мы за ней наблюдаем уже несколько дней за этим состоянием, за ощущением. И в течение дня, когда у меня бывает стрессовое состояние, я метод-ключ делаю напротив нее. Я встаю напротив нее, и такое ощущение, что я просто в какое-то место силы погружаюсь. Поэтому не могу, конечно, поделиться. Мы вчера все переписали в этой книге ваши остальные картины. Начинаем думать, что мы тогда хотим еще у себя дома повесить, сделать так же на холсте фото. Вчера Сопа высказывал свою точку зрения, Миша свою точку зрения. Но я думаю, что мы обязательно еще это будем дальше делать. Ну, знаешь, это будет тебе самая история. А в кабинете, в котором я работаю, висит та картина, которую вы мне перед Пасхой подарили. Там, где вы... Я тебя вручил в подарок, да. Да, это подарок от вас. Это живая картина, та именно натуральная, которую вы нарисовали. И Миша вчера бегал, сравнивал ту картину, ощущения сравнивал, эту картину в ощущениях. Это вообще-то несравнимая вещь. У той картины своя жизнь и свои составляющие из ощущений. У этой картины своя жизнь, свои составляющие для жизни. В общем, я хочу сказать, что если хочется разнообразить свою жизнь и наполнить какими-то дополнительными красками, эффективными, то вот этот инструмент от вас, так же, как метод ключ, ваша картина... Слушай, еще расскажи, ты просто взяла из нашей книги опубликованной. Да. Тетрадка вложенная с моими картинами. И там картина тебя нарисованная. И ты взяла ее, отдала в мастерскую. И там прямо из книжки распечатали на холсте. Нет, нет. Я взяла файл этот. Это же фотографии вы готовили, кто-то у вас фотографировал их. Я вот этот файл, когда мы подготовили, подготавливали книгу, отдавали на издание. Я файл именно этой картины оттуда взяла. А, ты из файла взяла, который мы тебе отдавали, чтобы книги не печатали. От вас же издательство требовало хорошего... Отдала в мастерскую. И тебя распечатали на холсте. Да. Потрясающе. Она сейчас... Константин Михайлов наш. Вот он сделал у меня флешку. Флешку. И там сейчас поставят... Там все наши курсы. Это мы будем потом распространять. ВИП-курсы. И там есть все книги мои. И там есть эта книга. И другая книга наша, которую ты публиковала в издательстве СТ. И мы скажем, берите оттуда вы и распечатывайте. Да, оттуда можно... Потрясающе. В электронной версии книги, значит, есть тоже эти файлы. Понятно. Ну, потом еще раз, если кто-то нас спросит в комменте, ты там напиши, как ты это сделала. Хорошо? Да, хорошо. Хорошо. Я хотела сказать, что даже багет... Вот я думала сделать багетную рамку для этой картины. И думаю, даже не надо. Шикарный этап. Не надо. Она так прекрасно выглядит. Прекрасно выглядит. Потому что Пикассо мечтал об этом. Он говорил, картина должна жизнь создавать. Отрывать нас от быта. Ну, это... Вообще, это... Ты представляешь? Я теперь делаю то, что мечтал Пикассо. Пикассо. Хосай Магомедович, ну, вам это удалось. Спасибо тебе. Посмотрите, невозможно оторвать просто глаз. Такие краски здесь. И такое вообще необыкновенная вещь. Ну, самое главное, что это... Какое свечение. Твой образ. Ты знаешь, что ты потрясающий получился. Даже независимо от деталей. Я же не фотограф. Да. Я сделал твой художественный образ. Ты смотри, он какой. Ты именно такой, как ты. Да. Действительно. Ну, вот София ко мне говорит, мам, такое ощущение, что ты из детства. Пир. Упоение шампанским. Ты знаешь, так называется эта картина. Она еще не закончена. Мне сейчас будут писать комменты, что добавит, что убавит. Мы же некоторые картины, шедевры создаем все вместе. Все школы наши. Человек больше. Коллективное творчество. Коллективный разум. Посмотрим, что получится. Картина тоже. Ну, может, кто-то скажет уже достаточно. Не трогайте больше. Потому что я несколько картин так испортил. У меня есть даже новелла. Тоска по испорченной картине. Такая новелла. Прозвища там стоит. Опубликована тоже в книге же. А там есть, да? Да, есть. В этой книге как раз есть новелла об испорченной картине. О, отлично. Мэра, что бы я без себя делал? Что бы я без себя делал? Я поэтому всегда говорю в школе, вместе мы сила. Да, вместе мы сила. И не то, что вы без меня. Посмотрите, какое количество людей у вас принимают участие. Все вносят какую-то лепту. Отлично. А главное, что вы ведущие. Мы все идем за вами. Ну, потому что я старше вас. Конечно, мне так же написали комитет по другому поводу. Что то, что вы пережили в жизни, это так много. И то, что вы делитесь опытом так искренне и так откровенно, это так, говорит, обогащает. Мне прямо так написали. Я так очень благодарен. Потому что у меня есть еще одна метафора, типа афоризма. «Кто есть муза для художника, тем восторгается художник или кто восторгается художником?» Мне кажется, обе мужы, они имеют место в жизни. Да, я тоже бы сказала, что обе мужы, они каждый имеют свою значимость. Наречка, спасибо тебе огромное. Это вам спасибо огромное. Ну, что вы, Хасай Магомедович, как совершенно неожиданно сыграла вот эта вот… Эти менинджан наши пошли этой, Татьяне. Обязательно пошли. Обязательно пошли. Пусть она порадуется за то, что она напечатала эти картины в книге. Пусть она порадуется. И что вот какой восторг это вызывает. Поэтому следующую книгу будет печатать. Обязательно новые картины, чтобы напечатать. Да, да. И качество картин там надо сделать более… Еще лучше, да. Еще лучше. Спасибо тебе, Анелечка, спасибо. И вам спасибо огромное. Дома всем привет и здоровья, и долголетия, как говорится. Спасибо. И вам, и вам тоже долголетия. Сейчас будем делать вебинар в среду. Я тебе пришлю подарочный вход. У меня есть несколько почетных участников. Я им посылаю подарочный вход. Все остальные его покупают. Он стоит 7 тысяч. Но там такой контент для развития изобретательского мышления. Это просто потрясающе. Чтобы каждый человек в своей жизни мог жить лучше, несмотря на обстоятельства, открывал творческие качества и способности, выходил на состояние нуля, о котором мне сейчас наша любовь Абакумова сформулировала. Она знаешь, что мне написала? В телеграме. Кто не подписан, пожалуйста, подпишитесь. Она в телеграме мне написала формулировку. Я тебе сейчас прочитаю. Я много раз говорил о том, что нулевое состояние – это особое состояние. Еще она написала. Сердечное спасибо, дорогой Хосе Макомеджи, за бесценную возможность побывать в беспредельности и с самим собой одновременно. Там нет ограничений. Там многогранное счастье, познание себя и происходящего. Ощутив это, понимание переходит в осознание. И тут ты счастлив безмерно от того, что свободен и в силах творить свою новую жизнь, как хочется тебе. Ты представляешь о нулевом состоянии, что любовь Абакумова нашла? Глубоко, да. Глубоко сказали. У нас такие участники школы потрясающие. Да, и главное в ключевом состоянии надо заикариться. Заикариться. Но об этом мы будем на вебинаре говорить. На вебинаре там будет такое новое, что потрясающее вообще. Спасибо вам огромное. Низкий поклон от всех нас. Да, всем привет. Всем здоровья, счастья, долголетия. До встречи. До встречи. Спасибо. Спасибо.